Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Забайкальский краевой суд вынес приговор Геннадию Чеснокову, Владимиру Малафееву, Владимиру Папушеву и Юрию Носокдаржиеву, которые обвиняются в убийстве чтинского предпринимателя Станислава Кулака. Преступление это, безусловно, было очень циничным, потому что потерпевшие убийцы, они были не только партнеры по бизнесу, но и считались друзьями. Поэтому вот один из партнеров по бизнесу, Чесноков, он решил полностью завладеть своим бизнесом, поэтому заказал своего партнера. Преступление очень сложно было для раскрывания, потому что первые исполнители этого убийства были задержаны в течение 9 месяцев после совершения преступления, то есть 9 месяцев преступление считалось нераскрытым. И в дальнейшем уже в ходе работы следствия с исполнителями убийства, это Папушев и Носокдаржиев, было выяснено, что заказчиком выступил как раз партнер Кулака по бизнесу. Чесноков договорился об убийстве со своим знакомым Малафеевым и пообещал при этом подельнику вознаграждение в 1 миллион рублей. Впоследствии Малафеев на роль убийцы нашел Владимира Папушева, а тот, в свою очередь, привлек Носокдаржиева. За это каждому из них было обещано по 350 тысяч рублей. Все произошло 22 декабря. Перед убийством Малафеев сообщил о местонахождении жертвы Папушеву и Носокдаржиеву, и те напали на предпринимателя во дворе одного из домов на улице Малой. При этом они нанесли молодому человеку удары ножом и молотком по голове. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Чесноков убедительный смерть в плах. Был плачет Малафеев вознаграждения за лишение жизни потерпевшего суммы 1 миллиона рублей частей. Малафеев, согласно ранее достигнутой договоренности с Папушев, денег сегодня 300 тысяч рублей задал себе, а 700 тысяч рублей передал Папушеву, который в свою очередь 350 тысяч рублей передал Носокдаржиеву. Суд присяжных посчитал всех четверых виновными. Двое из них, по мнению коллеги присяжных, заслуживают снисхождения. Это Владимир Малафеев и Юрий Носокдаржиев. Чесноков, как заказчик данного преступления, получил 17 лет лишения свободы. На Сокдаржиеву назначено 15 лет лишения свободы с учетом вердикта присяжных о снисхождении Папушеву назначено 16 лет лишения свободы. И Носокдаржиеву также назначено 16 лет лишения свободы. Папушев и Носокдаржиев являлись непосредственными исполнителями данного убийства. Кроме того, осужденные должны выплатить матери и жене убитого предпринимателя по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.